У нас выступает главный специалист отдела клиентских сервисов Российской государственной библиотеки, кандидат социологических наук Елена Николаевна Иванова с докладом «Возможности системы антиплагиат» для анализа цитирования в научных документах. Представляем проект «Антиплагиат РГБ», который работает уже в течение 12 лет и который был создан с целью объединения технических возможностей системы антиплагиат и ресурсов Российской государственной библиотеки для проверки научных рукописей большого формата, главным образом кандидатских докторских диссертаций, а также монографий, отчетов научных, и данный доклад, он скорее не про заимствование, хотя, как я уже коротко расскажу в следующих слайдах, мы имеем огромный опыт обнаружения заимствований, Что-то запаздывает у меня. Просто говорите, когда переворачиваете, все, просто говорите, следующий слайд мы будем переворачивать. Хорошо. Так вот, данная презентация – это некая такая рефлексия на тему того, что система антиплагиат подразумевает использование не только обнаружения заимствований, но некие такие, позволяет решать много слоев равнообразных научных задач, в том числе и задачи по анализу цитат, которые используются в так называемой серой литературе, в которой принадлежат диссертации. Как я говорила, с 2009 года в нашем проекте проведено уже практически 5000 рукописей, из них 855 – докторских диссертаций. Нужно сказать, что 58% – оригинальные диссертации. Рукописи у нас… Наша задача – это не столько, скорее, превентивная задача, то есть чтобы не допустить диссертации в защите тех, которые мы заимствовали, и чтобы не были опубликованы какие-то крупные работы с заимствованием и политификацией. При этом все проверки проходят у нас конфиденциально, и все проходит только исключительно с согласия автора, и именно не оригинальных работ не разглашаются. Какие мы проводим виды проверок? Ну, прежде всего, к нам обращаются сами диссертационные советы для поддержания собственной репутации с проверками всех работ, которые защищаются в этих советах. Кроме того, к нам обращаются сами авторы рукописи «Согласие». И тут вчера звучала такая ремарка о том, что часто обращаются за проверкой авторы, которые хотели бы сокрыть заимствование. Но это не совсем так, потому что изучая диссертацию, мы часто видим то, что человек находится в панике. Завышенные проценты оригинального текста, что нужно указывать, какую цитату, какая не указана. Иногда приходят парадоксальные диссертации, когда на самые незначительные отрывки текста ставятся цитаты. Кроме того, у нас есть также такая практика, как обратная проверка. Обратная проверка подразумевает, что диссертация, которая защищена достаточно давно, может быть проверена у нас с точки зрения не у кого я заимствовал, а кто заимствовал у меня. То есть с целью установления первенства. Кроме того, опыт проверок вызвал такую мысль о том, что может быть вполне эффективным не только анализ у кого заимствовано, но где моя диссертация, в каких других диссертациях она цитировалась. И размышления на эту тему, они породили в целом размышления на тему о сути и смысле, и качестве цитирования, и качественной оценке цитирования. Цитирование мы уже на предыдущих конференциях говорили, что мы подразумеваем. В наших отчетах цитирование мы рассматриваем как правомерное заимствование. Словно говоря, правомерность определяется тем, что какой-либо текст, дословно ли воспроизведенный в кавычках, либо пересказанный, либо какая-то идея, указанная в диссертации, она имеет ссылку на источник. И эта ссылка с источником, она совпадает, потому что у нас есть возможность, и мы проверяем, действительно ли ссылка и источник совпадает. Цитата и источник совпадает. Но тут возникают определенные моменты, которые... Цитирование... Цитирование всем известно и все используют эти индикаторы. Прежде всего оцениваются количественные показатели цитирования. Надо сказать, что первые аналитики цитирования появляются в докомпьютерную еще эру. Первый индекс научного цитирования предлагает Юджин Гарфил еще в 61 году. И разработаны эти индексы цитирования были для того, чтобы понимать, перевести в какие-то количественные показатели личностную эффективность. Эффективность отдельного ученого, эффективность исследовательской группы, прежде всего для выделения финансирования на те или иные проекты. Но в процессе, уже начиная с 70-х годов, количественная аналитика цитирования вызывает массу нареканий. И даже я встречала такое выражение, как занимательная нумерология. Потому что были случаи, когда работы с очень высоким индексом цитирования, они впоследствии были отозваны как фальсифицированные, с низким качеством. В общем-то, количественная аценка цитирования, она больше отражает социальный процесс. Она отражает то, насколько, к примеру, актуальна дискуссия вокруг поднятой темы. Или насколько автор статьи вовлечен в различные социально-научные взаимодействия. Но не всегда она отражает истинную, так сказать, интеллектуальную составляющую. И для анализа интеллектуальной функции, в целом, необходимы какие-то другие инструменты, о которых до сих пор спорят, поскольку достаточно сложно вообще определить, что такое цитата. Пожалуйста, следующий слайд. Так вот, почему сложно анализировать качественно цитаты? Во-первых, потому что цитаты бывают разные. А разные цитаты... Ну, а в индексе цитирования, они, в общем-то... Ну, есть там какие-то определенные алгоритмы. Но такой четкой привязки в каком месте, по какому случаю, цитируется, нет. Так вот, я взяла интересную типологию, предложенную Генрис Молом еще в 1978 году, в которой он делится так на поверхностные, сравнительные, поддерживающие отдельные утверждения, документирующие и отрицательные. Что это означает? Что цитата, конечно, она может быть, если говорить о диссертации, и в обведении в этом общем таком экспертонастасе является некой такой просто способом заполнения научного шаблона. описание концепции с указанием оригинальных публикаций – это тоже некий такой все-таки формальный элемент. Краткая справка, когда просто перечисляются твои предшественники. Воздаяние должное классическим авторитетом. Кроме того, тут в предыдущей секции задавался вопрос о цитировании, как там было сказано, принудительном цитировании, когда ты просто вынужден цитировать тех, от кого зависит твоя научная судьба. Но наиболее важными для анализа и цитаты, по которым можно судить о качестве исследования, и которые могут дать какую-то пользу для последующих исследований, это рациональная критика предшествующих исследований, уточнения и исправления, а также проверка подлинности данных и классов фактов, физических константов и так далее. Последний пункт, то, что СМОЛ называют отрицательным, это оспаривание притязаний на приоритет. Я сказала бы, что это наиболее редко встречающиеся цитирования. Это скорее заложено и в такой национальной культуре академического письма, что у нас редко есть какая-то критика предшественников. Вообще, я бы сказала, что она была, к примеру, распространена в начале XX века, то в XXI веке она встречается в крайней веке. Пожалуйста, следующий слайд. Еще это то, что касается раздела рукописи проблемы цитирования и то, что касается поведения. Следующий слайд, он касается проблем качественного анализа, которые связаны с нормами и культурой. Первый пункт, который я бы назвала, это ссылка не всегда тождественна в цитате. Когда ты имеешь опыт чтения множества диссертаций и разных отраслей, ты понимаешь, что часто, особенно это касается социально-гуманитарных действий, часто упоминаются одни, ссылки на одних авторов, но весь фрагмент, он полностью цитирован из другого источника, который, в общем-то, упоминать не упоминается. И получается так, что та работа, которая цитируется очень много, она не цитируется никогда, потому что цитируется из нее, а ее опускает, она опускается, особенно если это как-то очерчивается теоретическое поле, она опускается как некий такой элемент, ну, не такого, не комиссия. Кроме того, достаточно распространена практика, когда четкость параметров цитат не понятна. Ну, когда есть прямые дословные цитаты, заключенные в кавычки, тут понятно. Хотя эта практика мало распространена и у нас, и в западных публиках, скорее, в научных работах какой-то такой суммированный вывод дается со ссылкой на источник. Но часто приводится ссылка на некий такой фрагмент текста, который вообще невозможно идентифицировать как рефлексию на тексте. То есть вот это вроде бы как формально, мы не можем это рассматривать как заимствование. Но вместе с тем это, ну, как бы сказать, такое легитимизированное заимствование, потому что оно не имеет такой научной значимости. Третий пункт – это снижение требований относительно оформления цитаты. И мы замечаем то, что цитаты могут быть слишком большие, при этом законодательство никак это не регулирует. Такая обтекаемая формулировка, как цитата должна определяться целью цитирования. В итоге мы встречаем такие работы, где цитаты есть по нескольку страниц. Но при этом это никак, мы не можем предъявить никаких доказательств, что это не оригинальная работа и некачественная, потому что таких правил нет. Кроме того, очень редко сейчас приходится, я читаю много диссертаций, очень редко приходится встречать диссертации, в которых есть четкая идентификация места, то есть страницы, на которых, особенно если идея конкретная, но цитата не дословная. В итоге идентифицировать, действительно ли это цитата из этого источника или нет, практически невозможно. И, наконец, фрагменты с невыясненным статусом. То, что тоже мы не можем их идентифицировать как заимствованные. Хотя, потому что они не совпадают ни по тексту, ни по идеям, казалось бы. Но, вместе с тем, это какое-то явление какого-то другого нового порядка. Вот буквально свежие примеры, я привела несколько таких высказываний. Например, по оценкам различных авторов идет какая-то конкретная информация, но при этом ссылка на одного автора. Наверное, здесь какая-то должна быть другая формулировка. Или же в крупных рандомизированных исследованиях показано, ссылок нет. В каких исследованиях? Фальсификация это, ошибка, просто забывчивость. Как это можно идти? Невозможно. Или, например, согласно текущим рекомендациям по сердечной недостаточности. Наверное, в кругу знатоков сердечной недостаточности и рекомендаций такая, ну, вполне им и не нужна такая ссылка. Но для читателя на определенном отдалении или же из других стран, или со смежной области, это, конечно, практически, в общем-то, информация бесполезная. Пожалуйста, следующее слово. Я уже сказала о том, по каким причинам сложно анализировать цитирование. И отмечу, что мы, главным образом, занимаемся цитированием так называемой серой литературы. Это понятие литературы, которая не индексируется и не кодифицируется в открытых источниках в интернете. То есть это та литература, которую, как бы сказать, сложно поймать. И к этой литературе принадлежат разнообразные статистические, технические отчеты, следования рынка, припринты, стандарты. Ну и в том числе и относятся к этому разделу диссертации. И надо отметить, что вообще как бы есть целые конференции также по изучению серой литературы, потому что роль серой литературы, той, которой нет в интернете, а вот мы все-таки сравниваем в основном с тем, что есть каким-то образом выставлено в сети, есть доступ. А роль этой литературы, она будет все больше расти, потому что появляется все больше альтернативных источников. Вот, например, если раньше там буквально 10-15 подкастов это были скорее игрушка, то сейчас подкасты становятся вполне таким, как бы сказать, легитимным источником информации, особенно в определенных исследованиях. Кроме того, роль серой литературы, она очень важна в областях науки, которые я назвала ответственными. То есть области науки, которые несут непосредственное влияние на жизнь и здоровье человека, на безопасность и так далее. То есть, если этой литературы нет, то у вас вполне возможно, ну как бы нету с ней каких-то возможностей проверить, а так ли это, то ли это, то, скорее всего, здесь происходит какая-то некая серая зона, по которой мы не можем полностью верифицировать. А заимствование, незаимствование, верифицификация нет. То есть здесь возникают такие определенные сложности. Следующий слой, пожалуйста. И поскольку этот доклад мой скорее такой пилотный, или, скажем так, некая такая рефлексия на эту область, то мне, конечно, хотелось бы узнать мнение вообще, а нужно ли каким-то авторам такой детальный анализ, как его цитируют в других диссертациях, в других работах. И то, что, на мой взгляд, чем это могло бы быть полезно, это, прежде всего, получая отчет системы антиплагиаров по цитированию, кто цитирует тебя, ты каким-то образом понимаешь круги цитирования. Я не упомянула про круги цитирования, хотя они имеют большое значение. Это не только тот социальный круг, в котором ты привяжешь всякие военные коллеги, научные руководители и так далее и тому подобное, но люди, которые принадлежат к тому же научному направлению, занимаются теми же вопросами, что ли ты. Кроме того, это возможность увидеть способы решения близких научных задач. Буквально недавно мы проверяли работу по медицине, когда одна и та же научная работа, вернее, медицинская проблема решается разными способами. И диссертации очень непохожие. Они движутся в параллельном направлении, но вторая диссертация не упоминает ее, потому что это была провинциальная диссертация, которая более старая. Вместе с тем, и не всегда ее можно найти, вот опять же вопрос по серым сектам. Вместе с тем ты понимаешь, как детально и подробно, а не всегда в публикации это есть такая возможность, решает ту же самую научную задачу другой человек из другой научной школы. Кроме того, можно оценить потенциал развития научного сна. Если тебя никто не цитирует, кто тебя не упоминает, и эта тема вообще не вызывает интереса, а параллельно как бы с цитированием тебя еще наверняка подходит какие-то другие диссертаты, то вполне возможно есть у тебя такие поводы для научного размышления, как это все улучшить. Вместе с тем ты понимаешь, кто как, как интерпретируют твои результаты. И интерпретация твоих результатов через какое-то время другими людьми позволяет тебе понять проблемные зоны научной работы. Не всегда это то, что ты что-то сделал неправильно, но может быть ты донес идею так, что она оказалась зашумлена, то есть самую главную мысль ты довел недостаточно точно, и, следовательно, при цитировании тебя она слегка искажается. Вообще, как бы цитирование, оно как-то достаточно помогает посмотреть, как относится к твоей публикации упореченным сознанием. Извините, ради Бога, за такое сумбурное выступление, поскольку у меня тут явные технические проблемы, и я слышу себя два раза, и поэтому я такие делаю паузы, то я всех благодарю за терпение и внимание к моему докладу и приглашаю зайти к нам по ссылке на сайт, где есть много интересных публикаций, в частности советы от экспертов, публикации их статьи и ответы на вопросы соискателей. и чему-то. Спасибо. Извините. Елена Николаевна. Елена Николаевна, спасибо большое за доклад. Извините, это были и методические проблемы с нашей стороны. Мы не предупредили, что трансляцию обязательно у вас нужно выключить, то есть иначе было заметно, что именно трансляция вам сильно мешала. Если позволите, все-таки вопрос... Одну секунду. Есть вопрос, не уверен, что к вам, но тем не менее давайте адресую. Андрей Юрьевич Худяков спрашивает, скажите, пожалуйста, по каким критериям устанавливается минимальный процент уникальности статей в журналах? Ну, про журналы я, к сожалению, действительно не могу сказать экспертно. Я могу сказать про большие диссертации, про монографии и научные отчеты. И здесь я могу сказать, что здесь критерии достаточно с одной стороны простые, а с другой стороны сложные. То есть все, все дословные использования чужих слов, мыслей, изображений, они все должны быть задокументированы. И это залог оригинальности работы. Я думаю, это относится во многом и к журнальным публикациям. И здесь какого-то четкого критерия, что должно быть, например, 85%, 95%, 99% здесь не может быть. Потому что в нашей практике были работы с 98% оригинальности, но при этом не оригинальны. Когда ты вытягиваешь из системы антиплагиат небольшой хвостик, и из этого хвостика ты понимаешь, что целая глава, она полностью пересказана, которая полностью сохранена. И логика, и аргументы, и гипотезы, и методы доказательств и так далее. И такая работа является не оригинальной, хотя текст, в общем-то, слова своих, мыслей не своих. И были работы, которые были с большим количеством, с достаточно большим процентом, которые были оригинальны, потому что это были стереотипные выражения, высказывания. Например, в медицине очень часто осмотры больных, всякие параметры. Они достаточно стереотипные, и они не очень любопытные выражения. Спасибо. И уже такой в плане любопытства, скорее вопрос от меня, вот в контексте серой литературы или серых источников. А я правильно понял, что в диссертациях уже есть ссылки на подкасты или, допустим, не знаю, на ТикТок? На ТикТок-то нет, наверное, но, по крайней мере, я не встречала. Но, что касается исследований медиа, культуры, языка, безусловно, как я помню, у нас учили, что весь список он делится на список литературы и источников. И источники, литература может быть источником, и литература может быть литературой. Так и тут, скорее, подкасты являются источником, то есть источником изучения чего-либо, языка, либо видия, влияния и так далее. И да, да, такое вполне может. Другое дело, что вот как они же могут исчезать, то есть вопрос такой достаточно сложный. Спасибо большое.